Что касается Александра Михайловича Витебской области, это ваша родина, по моим данным, да и я сам это чувствую, вы не безразличны к ней, как и все мы, к той земле, на которой мы долгое время работали и там, где мы людьми стали. Там ваше все, поэтому это ваше родное, а во-вторых, те реформы, которые мы начали в Витебской области чуть больше года назад, вы принимали непосредственно участие в разработке реформирования сельского хозяйства Витебской области, прежде всего, создания этих интеграционных структур. И мы с вами, как с вице-премьером, договаривались о том, что мы серьезно посмотрим, как идут дела Витебской области. Мы больше не можем спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы. А решаются они не по всем направлениям, так, как мы мыслили. Мы договаривались, что за эту зиму мы посмотрим некоторые объединения производственные, интеграционные эти структуры и сделаем соответствующие выводы. Ну и конкретные вопросы же на вас висели и висят, типа Оршанского мясокомбината, куда вам приходилось часто ездить, навещать этот мясокомбинат и вручную даже приходилось, как вы мне докладывали, управлять там процессами. Поэтому таких моментов, как мясокомбинат, потом МИОРский завод, который должен работать, неплохой завод по своим технологическим параметрам. Но есть там определенные недостатки. Вы, если не знакомы, ознакомьтесь тщательно с этим вопросом, потому что я собираюсь в МИОРе приехать и посмотреть на это предприятие. Ну и ряд других направлений. В сельском хозяйстве нам надо устье тиражировать. То, что Академия наук там делает, это хороший процесс, который начался на Витебщине. И мы должны его развивать по всей стране. То есть проблем немало. Вам легко будет войти в курс дела. Ну и еще попрошу, вы не отбрасывайте нынешнего губернатора. Вы его опыт должны использовать. На какой бы он работе не работал после этого. Ни один губернатор не останется ни у дел. Они внесли свой вклад в развитие областей. Ну, нужны новые люди. Продолжение следует...